И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван. И мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья. Ну, а перед началом видео я хочу, чтобы ты сейчас же нажал лайк, подписался на канал и нажал колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео на канале. Спасибо! Друзья, сегодня у нас такая удивительная серия. В этой серии мы посмотрим, как выглядела наша Солнечная система 150 миллионов лет назад. Кто-то из вас в комментариях мне писал, слушай, бро, это невозможно, в Space Engine Земля не изменяется. И вообще, как это может быть. Сегодня я вам покажу. Кстати, я хочу выразить огромную благодарность в помощи моему подписчику Дмитрию Тихомирову за помощь. Спасибо тебе, братан. Короче, друзья, давайте начнем. Так, значит, смотрите, вот наша Земля. Давайте мы сейчас к ней перелетим, и я вам покажу ее, как она выглядела 150 миллионов лет назад. Да, присмотрись внимательно. Какие континенты ты видишь? Вообще, что это за материки? Я даже могу сейчас ускорить время, и ты не увидишь Соединенных Штатов Америки. Ты не увидишь Европу, Россию, не знаю. Ты не увидишь Австралию и Африку. Подожди, давай, я сейчас перемотаю и немножко поподробнее расскажу. Ну что ж, наверное, вот здесь самый такой момент. Такие континенты. Это континенты, друзья, у нас Гондвана и Лавразия. Вот эта Лавразия, вот она, вот она, вот здесь, да. Два континента после огромного континента Пангея. И именно здесь, давай посмотрим вообще, что было с Землей на то время. Давай немножко замедлим. Так, ну, в принципе, температура 13 градусов по Цельсию. Ну, это средняя прониковый эффект 33. То есть, смотри, мы не видим здесь никаких ледяных шапок ни на Северном полюсе, ни на Южном. У нас тропики, да. Это эпоха Мезозоя, я тебе скажу, где на планете есть густые леса. И, кстати, вот эти два материка, Гондвана и Лавразия, они омываются, по-моему, океаном Тетис. Если мне не изменяет память. Давайте попробуем опуститься туда и посмотрим вообще, что и как это выглядело. Конечно, если ты думаешь, сейчас мы увидим там динозавров, первых каких-то ящеров на Земле. Нет, этого, друг, не будет. Но мы пройдемся с вами по Мезозойским материкам. Да. Ну, в принципе, я скажу так, Space Engine. Здесь, блин, ну ничего не изменилось. То есть я, конечно, ждал, что здесь будут какие-то горы, возможно. Но что на обычной, если в Space Engine бродить по обычной Земле, что вот на этой Земле, которая была 150 миллионов лет назад, здесь, в принципе, ничего особо не изменяется в плане того, что поверхность, она плоская. Вот это очень печально, да. То есть, если вы замечали, бродили по другим планетам, каким-то экзопланетам, тоже, если вы находили планеты с жизнью, то там встречаются горы всякие различные, интересные рельефы, то здесь как бы на Земле практически особо ничего интересного нет. Но зато можно посмотреть на всю эту красоту, которая творилась 150 миллионов лет назад, да. Кстати, Гондвана распалась на две части, западную и восточную. И границей стал Мозамбийский пролив. Давайте я вам сейчас даже его покажу. Так, вот это, кстати, у нас вот, по-моему, Мозамбийский пролив, если я не ошибаюсь. Вот это, если присмотрись внимательно, это будущий материк Африки, да. Так, подожди-ка, подожди, мне нужно... Давай, сейчас я немножко перемотаю. Вот это, по-моему, материк Северной Америки. Давай немножко ускорим время. Да, это больше похоже на Северную, скорее всего, Америку. Мне надо, мне надо перевернуть все это чудодействие. Кстати, посмотри на Южный полюс. Я говорю, нету никаких ледяных шапок. Это просто, ну, это райская жизнь. Боже, да, классно, согласись. Посмотрите на это все чудо, которое было 150 миллионов лет назад. Посмотрите на планету, как она выглядела раньше. Ну, а сейчас, друзья, я вам покажу еще две планеты, которые, возможно, как говорят ученые, когда-то были также обитаемы несколько миллионов, сотен, возможно, миллиардов лет назад, как и наша Земля. Ну что ж, друзья, поехали. А у нас Марс. Ну что ж, друзья, добро пожаловать на Марс. Илон Маск завидуй. Да, возможно, Марс в прошлом был тоже райской планетой. Посмотри его великолепие. Да, это Марс. Прохладная морская субтера с жизнью. Органическая, многоклеточная морская наземная жизнь. Состав атмосферы аргона и кислород, азот. Атмосферное давление земное. Посмотри, одна атмосфера. Температура минус 33 по Цельсию. Но мне кажется, здесь как-то недостоверная какая-то информация. Прониковый эффект 33 градуса. Плюс 33 по Цельсию. То есть, я буду скакать от этой цифры. От плюс 33 градуса по Цельсию. Давайте посмотрим вообще его великолепие. Как он выглядел когда-то. Возможно, тоже 150 миллионов лет назад. Посмотри. Изобилие океанов, морей, рек, озер. И плюс. Мы видим растительность. Там есть жизнь. Так, ну, кстати, вот говоря, вот эта сторона. Я вижу здесь, что Марс испещрен такими кратерами, где образовались озера. Да? Ну, это все бомбардировка астероидов. Как бы то же самое. Наша Земля подвергалась этим бомбардировкам много миллионов лет назад. И затем появилась жизнь. Посмотри, какие облака. Ну, блин, это великолепно выглядит. Кстати, осевой период здесь также 24 с половиной часа. Как и, в принципе, сейчас на Марсе. Давайте куда-нибудь опустимся. Ближе, наверное, я думаю, к озерам. И, я думаю, мы откроем для себя хорошие, впечатляющие, я бы даже сказал, наверное, виды. Кстати, мне хочется посмотреть на долину Маринер. Я обязательно сейчас на нее опущусь и посмотрю. И хочется посмотреть на гору Олимп. Ого. Ты посмотри, как здесь очень яркие краски зелени. Так, ну, здесь у нас, по-моему, я так понимаю, это, скорее всего, мох. Травы я особо не вижу. Так, ну, в принципе, я не скажу, что это Марс, блин. Я бы так не сказал. Но мы видим голубое небо, блин. Атмосфера на планете есть. И здесь можно дышать. Это классно. Так, обязательно сейчас мы с вами, ребят, посмотрим не синий закат на Марсе, как это обычно бывает, да, в реальности. А посмотрим на красный или желтый закат нашей звезды. И посмотрим ночное небо. Так, есть вода, это классно. Так, водичка плещется. Да, это же здорово. Так, ну, подожди. Давай сначала мы, перед тем, как посмотрим ночь на Марсе, то есть на живом Марсе, я хочу найти все-таки долину Маринер и посмотреть гору Олимп. Если, конечно, она не затоплена. Нет, ну, по идее, она не должна быть затоплена. А вот и, кстати, долина Маринер. Посмотри. Обалдеть, впечатляюще, да. Она была затоплена водой когда-то 150 миллионов лет назад. А вот, кстати, три самых известных вулкана. Слушай, я думал, что они будут действующими, но, видимо, нет. А вот и, кстати, наша гора Олимп. Так, давай-ка я где-нибудь рядом, наверное, приземлюсь. Пройдем через плотные облака. И где же, где же, где же наш Олимп? Так, прогрузка есть. Да, кстати, видать зелень. Облака немножко, конечно, какие-то деревянные, но это ничего страшного. Стой, надо еще раз. Подожди, где у нас будет Олимп? А, вот он. А, то есть, подожди, я прямо на него приземлился. Ха-ха-ха, здорово. Так. Давай дождемся. Так, отлично. Мы перевернулись. И посмотри, в принципе, в облаках... Блин, если бы мы летели здесь на самолете, то нам открылись бы хорошие, красивые виды. Ну, я так понимаю, вот это и есть та самая гора Олимп на закате солнца, наверное, скорее всего. Ну, что ж, я думаю, можно... Нет, смотри, короче, восход происходит на горе Олимп. Ну, давайте посмотрим закат на Марсе 150 миллионов лет назад. Я немножко его пропустил, ну, ладно. Посмотрим тогда восход. Давайте посмотрим небо. Ну, небо, в принципе, ничем не отличалось, наверное, как на нашей Земле, если сейчас смотреть. На ночное небо. Давайте дождемся, наверное, тогда восхода. А именно восхода с горы Олимп. Это будет потрясающе, я думаю. Ого, достаточно такой яркий, я тебе скажу, восход нашей звезды на горе Олимп. Классно. Так, ладно, давай-ка я вылечу из атмосферы и вообще уйду с Марса. Немножко ускорим время, чтобы посмотреть на все его красоты, которые здесь... А можно было бы, наверное, увидеть 150 миллионов лет назад. Да, на Марсе когда-то были густые леса и, возможно, была многоклеточная жизнь. Ведь бактерии, найденные учеными-специалистами, доказывают нам то, что на Марсе когда-то была жизнь. Что же могло погубить Марс, друзья? Ну, вероятнее всего, я думаю, что жизнь на Марсе была уничтожена ударами гигантских, скорее всего, астероидов. И свидетельствует об этих ударах нам, друзья, красная магнитная окись железа на поверхности сегодняшнего известного нам Марса, друзья. Я скажу так, что Марсу вообще крепко досталось от всех этих бомбардировок. И причем многие кратеры сравнительно молодые. Поэтому я, возможно, думаю, что, возможно, Марс был уничтожен намного позже, чем закончилась жизнь на Земле. Что я имею в виду? Я имею в виду уничтожение эры динозавров. Ну, друзья, это чисто такие мысли от ученых. А то вы сейчас начнете бомбить в комментариях, блин. Кстати, разреженная атмосфера Марса также говорит нам об астероидных ударах. Газы при высоких температурах превращаются в плазму и навсегда будут выброшены в космос. Откуда взялись астероиды-убийцы? Ну, скорее всего, из пояса астероидов. Потому что, насколько мы знаем, Марс очень близко расположен к этому поясу. И еще такой немаловажный момент. Фобос и Деймос. Ты спросишь, что это? Скорее всего, это те самые астероиды, захваченные гравитационным полем планеты, которые не упали на Марс в то время, когда на нем, возможно, была жизнь. Ну что ж, друзья, давайте перелетим теперь еще к интересной планете и посмотрим на жизнь, которая могла там существовать. 150 миллионов, возможно, даже пару миллиардов лет назад Венера, друзья. Посмотри на эти потрясающие виды. Это, друзья, у нас Венера, да. Теплая морская терра. Состав атмосферы аргон, азот и кислород. Температура 57 градусов. Это, ну, это тропики, это райский остров для жизни. Если она когда-то здесь существовала. Венера, наверное, я думаю, выглядит намного потрясающе, чем мы видели даже, наверное, в Марс, либо нашу Землю в Мезозойский период. Посмотри, потрясающе. Это просто невероятно. Если сравнивать с Венерой, которая сегодня выглядит как кусок камня, покрытый толстым слоем облаков из углекислого газа, то, блин, это просто невероятно. Венера, я думаю, занимает в нашей сегодняшней серии, наверное, самое первое место по красочным видам. Так, давайте, наверное, немножко ускорим и посмотрим на ее рельеф, на ее поверхность. Посмотри, да, там есть вода, блин, озера. Я не скажу, что Венера покрыта океанами, но озера и моря здесь есть. Есть. Да, классно. Слушай, давай попробуем опуститься на поверхность. Возможно, наверное, даже, наверное, пролететь над всей этой красотой, которую мы сейчас с вами видим. Такс, подожди. Так, на поверхность я смогу опуститься? Да, я опустился на поверхность. Но здесь, конечно, она какая-то немножко такая испещренная. Нет, это, наверное, скорее всего, какие-то камушки. Я думал, это все пробитие какими-то мелкими астероидами, но нет. Такс, я хочу приземлиться рядом с озером, подожди. Рядом с каким-нибудь озером, где, возможно, увидеть какой-нибудь каньон или горы, скалы, не знаю, что-нибудь в этом роде. Представляешь, здесь когда-то была жизнь. Это же просто кайф. Кстати, мы видим, да, горы. Интересно, классно. Стойка, подожди. А вот наша звезда. Обалдеть. Так, стой. Давай сейчас мы взлетим и включим вот такой режим, чтобы мы как будто бы с вами пролетали бы, наверное, на самолете над поверхностью Венеры, которая когда-то была у нас с жизнью. Это впечатляюще. Давайте немножко замедлим скорость. Да, вот так будет. Я думаю, этого достаточно. Ну, я думаю, что можно судить о том, что Венера раньше была, конечно, райским островом. Ученые, основываясь на химическом анализе атмосферы Венеры и ее высокогории, друзья, сказали, что планета когда-то была теплой и влажной. Смотри, я надеюсь, ты знаешь такой интересный факт, что вообще Венера вращается по часовой стрелке. Вообще все планеты вращаются против часовой стрелки, а вот именно Венера, она вращается по часовой стрелке. Что могло произойти и вообще, почему сейчас Венера выглядит такой раскаленной и мрачной. Но ученые выдвигают факты, что Венера также когда-то столкнулась с более большим объектом. С намного огромным объектом. Наверное, даже больше, чем гипотетически известная планета Фуэтон, которая когда-то врезалась несколько миллиардов лет назад в нашу Землю. И поэтому она просто как бы сменила свой поворот. Я не знаю, наверное, так что ли. Изменила свое вращение. Хотя вообще есть такая тоже очень интересная гипотеза, что Венера когда-то была самой первой обитаемой планетой нашей Солнечной системы. И вообще гибель Венеры произошла аж 3 миллиарда лет назад. Ну, а я надеюсь, что серия тебе понравилась. Ставь пальчик вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик, пиши комменты. Пока, друзья. До новых встреч. И помните, космос и вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в днем. Пока-пока, друзья.